Ну что мы, ветераны, последние на планете уже ветераны, что уже не будет. А сейчас видите, сколько наших ветеранов. Но наша война, сейчас война наша, и та война, они друг от дружки отличаются. Мы тогда воевали против фашизма, а сейчас я не знаю, против кого они воюют. Вот их спросить, против кого вы пришли воевать? Я родился в Смоленской области. Белищский район, деревня такая есть, Кихили. Я русский и владею русским языком в совершенстве, а до сих пор украинским не владею. Я не чувствовал никакой дискриминации абсолютно. Прожил жизнь в Украине, здесь женился, здесь мои дети, вот мой младший внук здесь, внуки, правнуки. Все русскоговорящие, никто из них никаких не чувствовал каких-то, значит, отрицательных эмоций нет. Какие мы фаши, кого мы убивали, какую землю мы где-то оккупировали. Мы никого не трогаем, дайте нам свободно жить и сеять пшеницу, вы что? Какая-то дикость непонятная. Украина и Россия, как всегда говорили, породились навсегда. И чтобы воевать Россией против Украины, это мне до сих пор непонятно. По моему воспитанию, по моей жизни, это какая-то дикость. Мы воювали против фашизма и свободы, и нам нужно было фашизм разбить. А сейчас я не знаю, против кого они воюют, против людей, против детей. Забирают Бельёженское, так называемая армия, это какие-то бандиты. Фашисты, что говорили, они сказали, что Путин со своими найменными войсками, теперь вы не та война, не та, скольких средств потеряли за всю войну, скольких смертей народы за всю войну, скольких рыб, яку разрушу, взрослых, скольких эумских матерей пролез, слез, слез, так же, как и наши, он это не учел, не учел странам фашистов. Он должен был чем-то отличиться, вот как Гитлер, шизофреник, так и он, он больной, а люди там зомбированные. Я же вам говорила, что я обращалась к русским женщинам, потом, когда вижу, что она просит фен, чтобы ей прислали от хохлушки фен, и ей пришли, то я поняла, что они зомбированные, что они не с кем говорить. Ну, если моя подружка в Москве, в этом, в Курске, говорит, Оля, это правда, что около униермага повесили вестницу бывших коммунистов будут вешать? Я говорю, Люська, ты что, сумасшедшая? Тебя, я говорю, и там же зомбировали тоже? Говорю, ты придурочная, что ты говоришь? Так что, видите, она тут была, она получила здесь орден Ленина, она на свейной фабрике работала, и она мне такое говорит. Так что вы хотите? И она же там, а им же с детства, в школе, в детском садике, и, 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 убивают, что мы бандеровцы. Там, что, нема колонного, еще никакого работников, чтобы сказать, товарищ Путин, что же мы делаем? Трупы валяются людские по дорогах. И с той стороны, и с нашей стороны. И русские, и украинцы валяются за чем? Не можно сказать, потому что там Путиновый. Нема кому ехать, лишь никто не хочет сказать. Путин керует и уничтожает народ. Нехорошо. Нехорошо.